Ольга Курносова, российский политический аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Да, да, и мы вас теперь слышим. Ну вот, вместе с вами мы посмотрели сюжет, публикацию издания «Новая газета Европа» хотели обсудить. Как вы полагаете, что же все-таки на самом деле происходит с Кадыровым? Ну, мне кажется, в первую очередь, по кадрам совещания очевидно, что он болен и достаточно тяжело. По большому счету, на мой взгляд, ему не только тяжело говорить, но даже и сидеть-то ему непросто. Другое дело, что все-таки Чечня – это такая республика, где очень сильны клановые взаимоотношения. И поэтому, конечно, уход Кадырова не будет простым. И, собственно, и замена его на кого-то другого тоже не будет простой. Поэтому, конечно, Кремль может искать тех, кто для него самый удобный, да, но в любом случае уход Кадырова вызовет определенную турбулентность в системе. А что вот будет с этим огромным кадыровским кланом, да? Там ведь все ключевые посты занимают его дети, племянники, братья, дяди и так далее. Абсолютно все посты? Абсолютно. Причем мы даже еще, так сказать, мы знаем про родственников, но мы меньше знаем, что такое клан Кадырова в широком смысле этого слова. Потому что, по большому счету, за время своего правления Кадыров попытался минимизировать присутствие иных кланов вообще в республике. И, опять-таки, не будем забывать, что и достаточно сильны позиции чеченской иммиграции. Есть и правительство Ичкерии в возгнании, и много что есть еще. Поэтому тут надо помнить, что и у самого Кадырова есть кровники, и, соответственно, у его клана есть кровники. Поэтому, если Кремль думает, что замена будет такой простой, это не так. Ну, вот, как известно, Ольга, самый большой враг Кадырова – это российские спецслужбы. И, прежде всего, ФСБ о борьбе между кланом Кадырова и этой спецслужбой легенды ходят. Во что может вылиться вся эта борьба, с учетом того, что Москва, вероятно, уже готовится к смене власти в Чечне? И, ну, вот, если брать во внимание спецслужбу, как бы, Москве хочется оставить такой же тотальный контроль над Чечней, но Дании платить немножко меньше, чем она платит клану Кадырова. И вот, возможно, спецслужбы, спецслужбисты в этом плане будут более выгодны Москве. Как вы считаете? Ну, спецслужбисты, как Москва считает, всегда им более выгодны. Хотя это тоже такой вопрос дискуссионный. Потому что, понятное дело, что какими способами устанавливался этот тотальный контроль в Чечне. И если, соответственно, дань, которую Москва платит, уменьшится, будут ли возможности удержать этот тотальный контроль. Понять на цель, что Кадыров слишком много что может, в отличие от других глав регионов. И хотелось бы, чтобы, соответственно, новый глава Чечни таких возможностей, какие имеет Кадыров, не имел. Но, имея меньшие возможности, сможет ли он полностью контролировать ситуацию в самой Чечне. И не будем забывать, что, по большому счету, ситуация на Кавказе достаточно взрывоопасная в принципе. И при таком ослаблении чеченского главы может загореться и в Чечне, и у соседей. Мы помним события в Дагестане, мы помним события в других кавказских регионах. Поэтому ситуация, на мой взгляд, гораздо более острая, чем это кажется из Москвы. Прямо с языка сняли вопрос. Да, Татарстан, Башкирия, Дагестан, они внимательно смотрят за Кавказом. На самом деле, и даже с той точки зрения, что не просто там больше или меньше платить дань. С той точки зрения, что это будет плохим маркером для остальных национальных соединений на территории Федерации. Возможно, из-за этого Москва сейчас очень пристально будет смотреть, следить за ситуацией в Чечне. Как вы считаете? Безусловно. И вы правильно вспомнили Татарстан. Потому что на что претендовал Кадыров всегда? Кадыров претендовал на некое такое окормление всех мусульманских регионов России. То есть, такой самый главный мусульманин, несмотря на то, что, если смотреть по количеству жителей, Чечня гораздо меньше, например, чем Татарстан. И возможности у Кадырова было гораздо больше, чем у главы Татарстана. И, по большому счету, вот в этой ситуации Татарстан может задуматься. Посмотрите, даже если с Кадыровым так поступают, то, наверное, нам тоже надо думать, а как нам себя вести. У Татарстана много что уже отняли, да? А что могут отнять еще? И вот эта история может запустить совсем в другую сторону мысли регионов. А надо ли вообще оставаться внутри этой Федерации, если к нам такое отношение? И другие темы хотели с вами обсудить. В России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Он известен очень широкой публике, но как один из богатейших российских силовиков. Именно он занимался так называемым восстановлением Мариуполя. Два года назад соратники Навального выпустили такое целое расследование о роскошной жизни жены Иванова. Во Франции она жила, там бутики, вечеринки, элитная недвижимость, яхты. Были расследования и о том, как сам замминистра наживается на завышении смет на господрядах. И все это было на поверхности, да? Причем очень-очень много лет, но ничего не делалось. И вот теперь такой громкий арест. С чего бы это, как вы полагаете? Ну, значит, кому-то не тому наступил на ногу, где-то не на том месте. Надо сказать, что вопрос же не только в том, что это давно было известно, но надо понимать, в какой клан входит Тимур Иванов. И это делает эту историю особенно интересной. Он не только правая рука самого Сергея Шойгу и не только обеспечивает финансовые потоки вот этого Министерства обороны. Мы же понимаем, какие гигантские финансовые потоки всегда были в Министерстве обороны и насколько они выросли во время войны. Это же даже трудно себе представить, на каких деньгах, по большому счету, они сидели. Но при этом, опять-таки, давайте не будем забывать, что и Шойгу, и, естественно, и Тимур Иванов входили в такой большой клан Ковальчуков. И то, что Ковальчуки и Сергей Кириенко не смогли обеспечить защиту Тимура Иванова, это, знаете ли, не просто звоночек, это такой набат. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что, собственно, после инаугурации Путина 7 мая будет переназначение правительства. И это нам дает вполне ощутимые основания считать, что Шойгу будут заменять. И вот тут, знаете, в таком молодежном сленге, я бы сказала, пошла жара. То есть ситуация внутриэлитная очень сильно накаляется. А заменять за что? За тотальное воровство или за то, что происходит на фронте? За что в первую очередь? Или за все вместе? Не-не-не, это делается не так в путинской системе. Просто, скорее всего, при таких обстоятельствах Шойгу вынужден будет уйти сам. Его никто не будет увольнять. Как в свое время ушел министр обороны Сердюков, точно так же уйдет и Шойгу. Потому что увольнение – это очень сильный перекос. Именно поэтому, собственно, арестовывают именно Тимура Иванова. Но при этом все понимают, на кого, что называется, в чью папку все это положили. И, соответственно, остальные фигуранты должны поджать хвост и вести себя гораздо скромнее. Потому что, скорее всего, вот эти другие фигуранты, как сам Шойгу, так и, возможно, даже и Ковальчук, и Кириенко, совмахнулись на что-то, что им было не по рангу. И, соответственно, мы даже до конца не поймем пока, по крайней мере, почему именно арестован Тимур Иванов. Потому что он сам что-то сделал не так и наступил кому-то на ногу. Или кому-то на ногу наступил, условно говоря, Сергей Кириенко или Юрий Ковальчук. А, соответственно, Тимура Иванова арестовывают, чтобы показать им, что они поступили не так, как должны себя вести. Ну вот вы уже упомянули, что российские диктаторы готовятся к инаугурации. Она запланирована на 7 мая. И вот появилась информация, что накануне всем приглашенным сообщили, что им предстоит сделать ПЦР-тесты 6-го числа, иначе их никуда не пустят. Ну вот эти коронавирусные ограничения уже почти два года как сняты, да? А почему Путин все-таки так боится этой болезни? Зачем эти тесты? Он как сошел тогда с ума, так еще в здоровый голос в свои умы не вернулся. По большому счету это говорит о том, что у него есть какое-то достаточно серьезное заболевание другое, при котором у него понижен иммунитет, и при котором ему очень опасно сталкиваться с какими-то такими вирусами типа коронавируса. Мне кажется, это практически доказывает, что он достаточно серьезно болен. Ну вот смотрите, Путин вернулся к образу жизни, которую вел до начала избирательной кампании, перестал покидать Кремль и свои резиденции. На это как раз обратила внимание медиа-компания агентства, проанализировал график диктатора. За последние две недели Путин не провел ни одного выездного мероприятия, а со старта избирательной кампании и до 20 апреля таких мероприятий было около сотни. Последние несколько недель на большинстве госсовещаний, он присутствует только по видеосвязи, но связывать с инаугурацией и опасениями, некими фобиями, ну не знаю. Как ваше мнение, почему вот такая ситуация? Ну он в конце концов не молод, устал, провел избирательную кампанию, а дальше вы уж сами, так сказать, я вам, то, что вы от меня хотели, вот эту имитацию выборов мы сделали, ну и отстаньте уже от меня. Сами-то можете работать или все, на дедушку будете сваливать. Мне кажется, логика какая-то такая, да и вообще ему все уже надоело. Значительно другое дело, что понимая логику власти в России, такую византийскую, он будет сидеть на своем кресле до смерти, ну по крайней мере я так считаю. Но это не означает, что он должен тут как раб на гаглерах, напомню, процитирую его же самого, все время работать. Есть специально обученные люди, пусть они всем и занимаются. А он будет заниматься, знаете ли, разводками, разводящими. Вот какой-то клан усилился, клан Ковальчуков-Бабах, Тимура Иванова посадили. Надо понимать, что такого рода арест без личной санкции Путина невозможен. И вот сейчас будет заниматься тем, что он любит больше всего держать равновесие между кланами. Я думаю, что вот в этой борьбе за посты в новом правительстве Ковальчук слишком много себе позволял, слишком сильно давил на Путина и получил бонусы. В России хотят существенно расширить доступ полиции к данным о банковских платежах и телефонных звонках граждан. МВД подготовила поправки в уголовный кодекс, который обяжет банки без суда раскрывать полиции нужную информацию о переводах в трехдневный срок. А если запрос поступит в электронной форме, то за 24 часа. И кроме того, дознаватели получат полномочия блокировать любые операции по переводу денег на 10 дней. Как вы думаете, примут ли эти поправки? Если примут, к чему это может привести? Ну, если надо, так и примут. Мне кажется, что сегодняшняя Государственная Дума может принять все, что им скажет из Кремля. Понимаете, я просто уже не понимаю, куда еще закручивать гайки. Но логика репрессивной машины, она такова, что закручивать гайки нужно все больше и больше. И, собственно, исходя из этой логики, вот эти вещи и происходят. По большому счету, уже сегодня все, кто вносят в список Росфинмониторинга, туда вносят, я напомню, без решения суда, там вообще полностью блокируются все банковские операции. Ну, а тут еще вообще кому угодно можно заблокировать все банковские операции, по крайней мере, на какое-то время. А там, глядишь, и навсегда заблокируют. Ну, и так-то гражданского общества нет. Ну, а тут вообще, кто высадится, сразу, так сказать, голову это и отрежут. Ну, понятное дело, что ничего хорошего из этого не проистекает. Но и в сегодняшней России вообще ничего хорошего. Трудно найти что-то хорошее. Да, и следующий вопрос как раз в продолжении того, что вы сказали. В России развернута очередная кампания против очередных врагов народа. Объектом травли зет-патриотов стали барды Сергея и Татьяна Никитины. И все после того, как появился анонс, что они примут участие в фестивале, он называется «Возраст счастья», проходит в Черногории. И вот все эти паблики начали писать, что они принимают участие в антироссийском шабаше, что там собирают деньги на поддержку ВСУ. Никитиных требуют признать спонсорами украинской армии, спонсорами терроризма. Скажите, а что теперь будет с фильмами, где звучат песни Никитиных? Это «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы». Их тоже они потребуют сейчас запретить, не выпускать? Ну, опять-таки, зет-патриоты, они такие, что им все время нужен объект для травли. Долго травили Аллу Пугачеву. Ну, видимо, нельзя все время только Пугачеву травить, надо на кого-то переключаться. Причем лучше всего травить кого-то, кто, ну, по большому счету, был каким-то символом своего времени. Будь то и Алла Пугачева символ своего времени, безусловно. И Татьяна и Сергея Никитина тоже, как своего рода, символ того времени. Да, поэтому удобно травить именно тех, кто всем известен. В отличие от этих самых патриотов, их-то вообще никто не знает. А попытаться оттоптаться на человеке известном, глядишь и, так сказать, своего пиара прибавится. Но что они могут потребовать? Да все, что угодно. И если слушать, чего требует Соловьев, он все время требует, чтобы пылал Париж, Берлин и Варшава. Поэтому, ну, а тут уж все навсего Татьяна и Сергея Никитина заклевать. Но это уж вообще по сравнению с горящими столицами европейскими прям мелочи. Несколько участников группы ВИДВА и членов их семей подали сейчас документы на получение гражданства Молдовы. Об этом сообщил глава Кабинета Президента Республики Адриан Белуцел. И он подчеркнул, мы гостеприимный народ, мы будем помогать всем тем, кто выступает за мир и всем тем, кого за это преследует. Как вы прокомментируете такое решение музыкантов и то, что Россия, по сути, каждый день практически теряет талантливых, успешных людей? Ну, по большому счету, на мой взгляд, было ожидаемо после того шабаша, который происходил, когда их пытались депортировать в Россию, из Таиланда. И, по большому счету, самые большие проблемы были как раз у тех музыкантов, у которых было только российское гражданство. И то, что, собственно, администраторы группы стали искать выход не из этой ситуации, а естественный выход — это получить другое гражданство для тех, у кого этого другого гражданства не было. Но это вполне правильный с точки зрения здравой логики шаг. И неудивительно, что именно этот шаг и был сделан администраторами. Я надеюсь, что молдавское гражданство они получат. И больше попыток сорвать их гастроли, где бы то ни было, уже не будет. — Ну, знаете, тем временем в России пытаются продвигать каких-то своих новых, в кавычках, звезд. Вот путинский певец-шаман, он появился на Первом канале как судья КВН. Причем он пришел туда в такой куртке с фастикой. И неприятно, знаете, было смотреть, как перед ним заискивают команды, которые выступали на сцене. Как вам вообще вот такой уровень, да, сейчас этой когда-то многими любимой передачи и такой юмор? — Ну, тут, что называется, искать что-то здоровое на сегодняшнем российском телевидении просто невозможно. К сожалению, там просто ничего человеческого уже не остается. Просто все, можно сказать, выкорчевано. И что касается шамана, это вообще такая достаточно интересная история, да, когда люди, которые называют себя деноцификаторами, лепят просто такого, я не знаю, ну, практически такой лубок эсэсовца из фильма «Щит и меч». Да, и если кто-то не помнит, посмотрите на Янковского в роли эсэсовца в фильме «Щит и меч». И тогда вам будет понятно, собственно, с кого пишется образ шамана. Да, и, конечно, он и в жюри, это очень показательно. Да, я бы еще вспомнил, может быть, вы видели, Ольга, фотографии парада к 9 мая на Сенатской площади в Питере. Курсанты в красных повязках, просто я не знаю, кто готовил эту репетицию парада, но в тонах нацистской Германии красная повязка, белый кружок и черный какой-то значок. Деноцификация, я не знаю, кого, россиян нужно проводить или тот, кто готовит подобные парады? Видимо, ниоткуда было черпать вдохновение, кроме как из фильмов Лени Риффенштайна. Но, понимаете, когда, по большому счету, все умерло, ничего не остается, кроме государства, то откуда там взяться искусству? Вот искусство, оно тоже будет подчинено. И в этом смысле никто же не спорит, что Лени Риффенштайна была очень талантливым кинематографистом. И, собственно, да, вот какие примеры брать? Вот оттуда и берут. Насколько они понимают, мне кажется, они прекрасно понимают. Более того, мы можем даже предположить, что кто-то даже и специально это делает, чтобы показать всю абсурдность. Ведь такой, что называется, внутренний протест сегодня единственный возможный. Тоже такая мысль возникла как раз, да. Да, просто показать, насколько все то, что происходит, это вершина абсурда. Я уж не говорю про Сенатскую площадь, да. Мы же помним, что Сенатская площадь – это не символ восстания декабристов. Поэтому еще где сделать это на Сенатской площади, это особенный пищевый, я сказал. Серьезный задел. Ольга, спасибо, как всегда, за прекрасные комментарии. Рады будем видеть вас снова. Ольга Курносова, российский политический аналитик, была на связи с нашей студией. Ольга Курносова, российский политический аналитик, была на связи с нашей студией. Ольга Курносова, российский политический аналитик.